Буду я держать в порядке свои книжки и тетрадки. Буду я учеником с настоящим дневником. Маленькая Аня с нетерпением и легким волнением ждет сентября. Школа – это новый этап в жизни и для дочки, и для мамы. Подача документов – только начало. Впереди покупка формы, тетради и ручек, знакомство с одноклассниками и первой учительницей. За оставшееся время нужно многое успеть, подготовиться и набраться сил. Ходили в школу на подготовку в 35-ю, в садике, естественно, занимались, дома. Читаем, пишем, рисуем, ей нравится танцевать. То есть активная у нас такая девочка, в принципе, я думаю, что все у нее получится. В 35-й школе в этом году планируют набрать как минимум 9 первых классов. Уже подано 30% заявлений. Учиться здесь смогут только жители молодежного микрорайона. Прием продолжится до 15 августа. Комиссия работает в будние дни с 8 до 19 часов. С 13 до 14 – обеденный перерыв. В субботу с 9 до 12.00. У нас есть новая фишка – это набор детей, специализированный по спорту, класс по плаванию. Совместно будет проходить обучение с детско-юношеской спортивной школой. Ребята будут обучаться плаванию. И, надеюсь, мы вырастим новых олимпийских чемпионов. Стандартный пакет документов – медицинская справка, карта прививок, копия свидетельства о рождении, а еще паспорт одного из законных представителей. Заявление заполняется на месте. На сайте каждого учреждения специальный раздел со всей информацией – от графика работы до требований образовательного процесса. В первую очередь, в первые классы принимаются ребята, проживающие в микрорайоне данного учреждения образования. На свободные места могут быть зачислены уже после этого ребята, которые проживают в других микрорайонах школы. Хотя до начала учебы еще несколько месяцев, родители уже могут приобретать вещи первой необходимости. Например, школьную форму. В этом году новую коллекцию представила «Славянка». Здесь и бомберы, и кюлоты, и блузы с рюшами. Стоит прикупить также сменную обувь и костюм на физкультуру. Не менее важна канцелярия. Самая простая ручка обойдется в 30 копеек. Тетрадь на 12 листов – в 25. Набор обложек из 10 штук – от 2-40. Вместительный рюкзак можно подобрать на сумму от 40 до 120 рублей. Обязательно понадобится альбом для рисования. К нему гуашь, фломастеры и карандаши. Плюс папка для хранения. Такой набор обойдется в 35 рублей. Пик покупательской активности придется на середину августа. Полки магазинов будут усыпаны разноцветными книжками, сумками с аппликациями и прописями. По традиции заработает и школьный базар. В одном месте установят палатки со всем необходимым. Но составить список покупок стоит уже сейчас. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.